Здравствуйте! Сегодня мы научимся создавать в программе 1-2 3D дизайн 3D модель болта и гайки. Для начала переведем камеру в направлении сверху вниз и установим на пересечении толстых линий фигуру кольцо торус. Теперь нам нужно провести линию, которая пересекает тор ровно по центру. Заходим в вкладочку скетч, берем полилайн и проводим вдоль той же толстой линии, которая пересекает нашу фигуру. Таким вот образом. После чего жмем Enter или Escape. Теперь нам нужно разделить напополам наше кольцо. Мы это будем делать при помощи инструмента, который называется Split Solid во вкладке Modify сверху. Кликаем на него, потом кликаем на фигуру, которую мы хотим разделить напополам. Меняем здесь вкладочку и кликаем уже на линию. Таким образом наша фигура будет разделена напополам. Жмем Enter на клавиатуре. Теперь эти фигуры у нас раздельны. И нам нужно выполнить следующее действие. Кликаем на одну половину нашего кольца и выбираем инструмент Move. Мы должны выбрать поворотник данный и задаем ему значение, допустим, 10 градусов. Затем повторяем то же самое с другой половиной, только значение будет уже отрицательным. Кликаем, сдаем минус 10. Из этого кольца мы сделаем спираль. Как нам сделать ее ровной? Для начала берем магнит. Инструмент с нами на поверхности. Кликаем на одну из поверхностей нашего кольца и на другую половинку, соответственно. У нас получается один виток. Выбираем из складочки Combine, Instrument Merge и кликаем на обе половинки по очереди. Потом жмем Enter. Фигура у нас соединилась. Теперь нам нужно ее скопировать. Кликаем на нее. Ctrl-C, Ctrl-V на клавиатуре. У нас есть копия. Кликаем на пустое место. Сейчас мы не видим копию, но просто потому что мы не стали менять ее координаты. Снова берем магнит. Кликаем на одну из поверхностей данного витка и затем на другую. Таким образом у нас получилось уже два витка. Повторяем те же самые действия. Заходим во вкладку Combine. Выбираем Merge для соединения фигур. Кликаем на обе и жмем Enter. И повторяем, пока высота вашего болта не будет вас устраивать. Допустим, мне этого будет достаточно. Теперь, как мы знаем, шурупы у нас не являются полыми. Поэтому нам нужно, чтобы по центру данной спирали у нас располагался материал. Для этого мы возьмем цилиндр и установим его по центру данной фигуры. Теперь отрегулируем его высоту. Для того, чтобы отрегулировать высоту, нужно кликнуть на него и нажать Smart Skill. Поднимаем за верхнюю точку и опускаем за нижнюю. И жмем на галочку, чтобы принять. Теперь нам нужно соединить эти две фигуры точно так же. Инструменты Merge и складки Combine. Крикаем по очереди и жмем на Enter. Теперь нам нужно немного обрезать данную фигуру. Мы берем любую фигуру. Допустим, сейчас я возьму Box и ставим его поверху нашей фигуры. Используем инструмент Smart Scale и опускаем на то место, где фигура будет у нас обрываться. Затем, я немного ее увеличу. Далее мы берем тот же инструмент, который брали, чтобы разделить напополам кольцо. Инструмент Split Solid из складки Modify. И кликаем сперва на фигуру, которую будем разделять, а потом на данную вкладочку. И берем поверхность, которая входит в данную фигуру. Теперь обрежем ее так же с другой стороны. Вот здесь. Повторяем те же самые действия. Так, теперь удаляем лишнее, а именно куб и отрезанные части нашего небольшого болтика. Теперь нам нужна для него шляпка. Мы ее сделаем из плоской фигуры, вот из этой. Мы кликаем на нее, потом кликаем еще раз на поверхность, чтобы можно было ее нарисовать. Также ставим первую точку и отводим немного дальше. Теперь у нас есть данная фигура. Мы должны сделать ее объемной. Для этого кликаем на нее и выбираем из шестеренки инструмент Extrude, для того, чтобы вытянуть ее, соответственно, наверх. Делаем ее чуть больше. И чтобы ровно подставить, инструмент Snap. Кликаем сперва на поверхность только что созданной нами фигуры и затем на наш будущий болт. Соответственно, нужно соединить эти несколько фигур. И чтобы сделать гайку, мы используем ту же самую плоскую фигуру, что и для шляпки. Точно так же берем Extrude и точно так же при помощи магнита ставим ее снизу. Соответственно, нам нужно немного ввести ее в саму фигуру. Чтобы она могла быть прорезана насквозь. Теперь нам нужно сделать копии и нашей будущей гайки, и будущего болта. Хотя, нет, только болта нам нужно. Кликаем на него. Ctrl-C, Ctrl-V. Сделана копия. Теперь мы перейдем в инструмент, который способен вырезать очертание болта из нашей будущей гайки. Он называется Subtract. Находится он в той же кладке, где и Merge, во вкладке Combine. Мы кликаем на него. Потом кликаем сперва на болт. Точнее, сперва мы кликаем на то, что останется. А у нас должна остаться гайка. А потом на болт. И Enter. Гайка у нас готова. Осталось только продемонстрировать ее. Мы кликаем на него. Потом на инструмент Move. Перемещаем ее вбок. И у нас имеется в этой гайке резьба. На этом урок заканчивается. Нам остается только сохранить фигуру. Сохранение выполняется здесь. Кликаем сюда. Выбираем Save to my computer. Называем фигуру. Сохраняем ее. И вот, сегодня мы научились делать болт и гайку в программе 1.2.3D Design. Всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok